4 апреля 2019 года Мы знаем, что 13 марта месторождение Коломкас это Каспийское море пережило апокалипсис если можно это так назвать и на мой взгляд это была диверсионная работа в ритуальных целях по вызыванию духов из подземелья к этому можно отнестись по-разному но те самые числа, которые появились в первый день а я сделала свой ролик именно в первый день основываясь на материал первого дня так там было обозначено 13 марта, 13 погибших на платформе которая провалилась под землю и 13 грифонов, которые образовались после этого и так, 25 лет назад и мы не знаем, как потушили или вообще не потушили и что сегодня как с этим самым горящим месторождением люди живут мы знаем, что еще 25 марта оно горело что оно еще горело 29 марта это с 13 марта а вот что сегодня ну как-то все молчат единственное, что понятно что взрыв и вообще размер бедствия огромен потому что сама платформа которая провалилась под землю находилась в 30 километрах от берега то, что я выставляла в видеоряд это то, что пригнало к берегу уже волной и это горело вот эта нефть бурлила это остатки это у берега 30 километров моря а это горит у берега вы понимаете масштаб бедствия когда нам говорят что нефть не пошла в Каспийское море что где-то она блокирована это все, я думаю, не совсем так и некорректный ответ властей на большое бедствие для сравнения я вам приведу что 25 лет назад вспыхнул знаменитый пожар на Тенгизе в советское время Казахстан уже переживал нефтяной апокалипсис четверть века назад от Ираутской области вспыхнул пожар на нефтяном месторождении который потушили с большими усилиями эта авария произошла 25 июня 1985 года во время прохождения ствола скважины номер 37 заложенной для уточнения разреза Тенгизского месторождения и оценки запасов нефти и газа на глубине 4467 метров случилась авария и произошел выброс нефти и газа в атмосферу через несколько часов открытый фонтан нефти и газа горел в результате аварии из земли вырвался гигантский столб огня высотой 300 метров и шириной 50 метров 300 метров высотой для сравнения я вам могу показать знаменитый Женевский фонтан который 200 метров высотой а здесь еще и 50 метров шириной и так температура вокруг скважины доходила до полутора тысяч градусов по Цельсию близлежащая почва от колоссального нагревания превращалась в стекловидную массу очевидцы участвовавшие в тушении 37 скважины описывают увиденное как страшную апокалиптическую картину страшный рев, смрад обдает тебя на расстоянии километра километра от этого фантастически адового происшествия огонь пожирал все тонны воды огонь пожирает тонны воды он съедает воду Каспийского моря металл техника плавилась как пластмасса и периодически с неба падали массы жареной дичи это гибли стаи перелетных птиц привлеченные огнем то есть огонь в небе привлекает стаи птиц они летят на огонь и гибнут заживо сожженные на тушение горящей скважины Советский Союз бросил тогда лучшие умы силы и технику огонь тушили 398 суток в Коломкасском месторождении случилось это 13 марта потушили или нет мы до сих пор не знаем мы знаем что произвели взрыв также подземный ядерный взрыв о чем смотрите предыдущий ролик и так огонь тушили здесь в данном случае Тенгизское месторождение 1985 год 398 суток с 23 июня 1985 года по 27 июля 1986 года при ликвидации аварии не обошлось без человеческих жертв было испробовано множество способов погасить пламя с воздуха из-под земли предлагали сбросить с неба или протащить по земле на жерло горящей скважины как крышку многотонную стальную нашлепку в итоге через год скважину номер 37 удалось заглушить с помощью направленного взрыва изнутри и никто вам не скажет что это был ядерный взрыв на Фукусиме тоже был ядерный взрыв который сдвигал тектонические пласты поэтому там было такое громаднейшее жертвоприношение это было жертвоприношение на Фукусиме здесь то же самое сдвигаются пласты для вызывания духов подземелья для общения с другим миром который находится рядом с нами но это нужно когда идет обновление власти для этого слушайте предыдущий ролик где я об этом говорю о задачах метафизики во время диверсий ритуального характера и конечно за эти 398 суток которые пошли на тушение огня на этот фонтан нефти 50 метров шириной который бил из-под земли не обошлось и без человеческих жертв я не нашла числа жертв да и никто вам не скажет настоящую цифру этих самых жертв и что вообще там происходило когда вот этот фонтан нефти бил мы нельзя этого даже предположить потому что настоящих сведений нам все равно не дадут и в результате этой аварии на Тенгизе в атмосферу было выброшено 3,4 миллиона тонн нефти 3,4 миллиона тонн нефти 1,7 миллиарда горючих газов 850 тонн меркаптанов и 900 тысяч тонн сажи заболеваемость населения от Ираусской области выросла на 50% аналогичные аварии вполне ожидаемы и также опасны особенно когда вскрываются нефтяные резервуары находящиеся на большой глубине по данным геофизических исследований проведенных зарубежными нефтяными компаниями структуры нефтяных месторождений Кашаган Кайран Актоты Королевская Тенгизская своеобразный резервуар представляют собой единую сложную зону длиной около 160 километров то есть это одна цепь один резервуар с выходом на поверхность в разных местах то есть это цепь резервуар нефти находится под водой под землей под толщей воды по данным ученых нефтяные резервуары на глубине находятся 4 и 5 тысяч метров они находятся в стрессовом состоянии под колоссальными внутрипластовым давлением и занимают суммарной площади 3154 квадратных километров акватории и побережья эти резервуары по мнению ученых могут взорваться в результате природных и техногенных землетрясений в конце апреля 2000 года на восточном побережье казахстанского сектора Каспийского моря произошло масштабное проседание земной поверхности и в результате этого оказались затопленными огромные участки месторождений Коломкас и Каражанбас под водой оказалось более 100 скважин при этом береговая линия сместилась относительно прежней на десятки километров то есть скважины которые были открыты они оказались затоплены морем но они же открыты эти самые скважины вы понимаете как загадили Каспийское море когда горят такие скважины как в данном случае Коломкас горит с 13 марта то вы понимаете да что горячая вода море превращается в кипяток тяжелые остатки нефти осаждаются на морское дно и нефть и газ смешиваются и они перемешиваются в глубине моря ну это можно назвать озером но называют морем да и конечно вся флора и фауна вокруг в каждой стране а там 5 стран которые делят Каспийское море возобновляемость биоресурсов 50 лет за 50 лет это уйдет поколение людей море погибнет люди погибнут а будет только нефть которая ведь не так уж и нужна для нашей техники потому что техника сегодня работает и без нефти но она выгодна кому-то а на самом деле конечно все эти бурения скважины это в первую очередь общение с потусторонним миром с духами которые живут у нас с вами под землей они живут в нашем с вами мире но они живут в других полостах нашего мира и я повторюсь еще раз и скажу что на мой взгляд а это сугубо мой взгляд это была диверсия ритуального назначения то что случилось 13 марта на Коломкасе я Таня Карацуба Сиитбурхан он Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok